Славного начала дня, славная и любимая Хакасия! Доброе утро, друзья! В эфире РТС вас приветствует Виктория Титова и я, Андрей Кобзарь. И сегодня мы точно знаем, вам как никогда нужна наша поддержка и наш заряд позитива. Ведь по научным исследованиям именно вторник, а не понедельник, самый тяжелый день недели. Но не расстраивайтесь, и этот день тоже закончится. Но чтобы его начало прошло с пользой, не переключайтесь, ведь прямо сейчас начинается самое утреннее из развлекательных и самое развлекательное из утренних программы РТС «Утро Хакасии». 8 сентября – Международный день грамотности. Учрежден он ЮНЕСКО в далеком 1966 году. И до сих пор не потерял своей актуальности. И дело не только в наших ошибках при письме, а в том, что очень много людей в современном мире вообще не умеют читать и писать, так как не имеют доступа к начальному образованию. В этот день проходит огромное количество мероприятий, но мы предлагаем вам сегодня хотя бы сообщения в мессенджерах писать без ошибок. Это и будет вашим вкладом в празднование Дня грамотности. 80 лет назад впервые на полки магазинов поступила клейкая лента «Скотч». Одно из самых важных изобретений, на мой взгляд. Недаром в народе ходит шутка «Весь мир держится на скотче и суперклее». От шуток перейдем к серьезным темам. 8 сентября 1941 года началась военная блокада Ленинграда. Гитлер планировал стереть город с лица земли. Претерпев неудачу в этом, немцы решили взять город измором. В блокированном Ленинграде оказалось более 2,5 миллионов жителей. Среди них были и дети. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться. Работали административные детские учреждения, типографии, поликлиники, театры. Продолжали работу ученые. Блокада длилась 872 дня. А 1 мая 1945 года Ленинграду приказом Верховного главнокомандующего присвоено звание города-героя за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады. Еще одна дата будет интересна скорее нам с тобой, Андрей. Ведь сегодня празднуется Международный день о солидарности журналистов. Но почему только нам с тобой? Ведь мы работаем для телезрителей. А значит, и им не лишним будет о ней узнать. Тем более, что к этому замечательному дню мы приготовили 5 интересных фактов о телевидении. Первый телевизионный приемник создал немецкий ученый Макс Дикман в 1907 году. Размер его экрана составлял всего 3 на 3 сантиметра. А частота передачи изображения – 10 кадров в секунду. Прежде чем телевизоры попали в наши дома, они претерпели множество изменений. Вклад в их развитие внесли многие ученые, в том числе и русские. Кстати, первый серийный советский телевизор назывался КВН-49. Он появился в 1949 году. Назвали телевизор так в честь его создателей – Кенигсона, Варшавского и Николаевского. Народ же перевел эту аббревиатуру по-своему – купил, включил, не работает. Всего этих телевизоров было выпущено больше 2,5 миллионов. В эпоху черно-белого телевидения ведущие перед эфирами использовали зеленые помаду и румяна. Они больше выделялись при переходе картинки через красные фильтры камер. Красная же помада делала губы на экранах телевизоров бледными. В 1967 году от такого макияжа отказались. Появилось цветное ТВ. Его открытие состоялось 1 октября и было приурочено 50-летию Октябрьской революции. В этот же день началась продажа населению цветных отечественных телеприемников. Словосочетание «голубой экран» появилось благодаря тому, что при включении старых электронно-лучевых моделей экран горел именно таким цветом, пока сигнал шел с телевышки. А вот появлению другого известного выражения «мыльная опера», которым обычно называют продолжительные сентиментальные сериалы, способствовала реклама. Дело в том, что основной аудиторией таких сериалов являются домохозяйки, поэтому раньше они постоянно прерывались рекламой всякого рода чистящих и моющих средств, в том числе мыла. Кстати, самой продолжительной мыльной оперой в истории является не «Санта-Барбара», как думают многие, а «Путеводный свет». Его запустили аж в 1937 году сначала на радио, а в 1952 — на американском телеканале. Сериал просуществовал до 2009 года. Всего было показано более 15,5 тысяч серий. Представители канала отметили, что сериал занял важную нишу в истории телевидения, и о нем никогда не забудут. А вот самая долгоиграющая телепередача появилась в России — это «Клуб кинопутешествий». Она начала выходить в 1960-м. В 1985 году «Клуб путешествий» попал в Книгу рекордов Гиннеса, как старейшая программа советского телевидения. Телевидение сложно представить без рекламы. Считается, что впервые ее показали в США 1 июля 1941 года. В ролике рекламировались наручные часы Булова. По некоторым данным, эта реклама обошлась заказчику в 4 или 9 долларов. А вот самой дорогостоящей стала реклама духов «Шанель номер 5». Главную роль в ней сыграла Николь Кидман. На 4 минуты ролика, столько она длится в целом, производители потратили 33 миллиона долларов. Надо сказать, что реклама многократно окупилась и принесла парфюмерам огромную прибыль. Многие не смогли получить кредитные каникулы. Банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на отсрочки платежей от заемщиков, которые так и не подтвердили свое право на льготу. Всего к концу августа в банке было направлено более 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. Число удовлетворенных требований составило больше 205 тысяч. На общую сумму свыше 81 миллиарда рублей. Далее важные новости Хакасии финансовые и не только. Сегодня в Москве открывается международная выставка по туризму. В ней примут участие 6 стран из 31 региона России. Узнают ее посетители и о зимнем отдыхе в Хакасии. Также в рамках выставки пройдет стратегическая сессия «Хакасия. Туризм. 365 дней в году», где будут подведены итоги летней туристической кампании. Участие в ней примет и заместитель главы республики Ирина Войнова. Помимо этого, со 2 по 27 сентября презентация о возможностях отдыха в Хакасии проходит в онлайн-формате. На выставке «Знай наше. Осень-зима. 2021», где создана отдельная страница региона. В завершение строительства детсада на станции Аскиз под угрозой. Слишком большое отставание от графика. Подрядчику выставили новые сроки. В противном случае пригрозили жесткими санкциями. Большую часть работ нужно было выполнить до конца августа. Но на сегодня не готов даже тепловой контур здания. Загвоздка в нехватке строителей, говорит подрядчик. Правительство Хакасии готово прийти на помощь в персональном подборе кадров. В свою очередь застройщик должен выполнить обязательства и завершить строительство в ноябре этого года. Детский сад на 80 мест строится по нацпроекту «Демография». Общий объем финансирования почти 80 миллионов рублей. Архиепископ Абаканский и Хакасский Анафан осветил поклонный крест, установленный на одной из высочайших вершин сотого перевала. Над реализацией столь масштабного проекта трудились всем миром. Металлический крест сварили на одном из предприятий в Черногорске. Ему не страшны нерезкие перепады температур, ни сильные ветра, ни дождь, ни палящее солнце. Семиметровую конструкцию весом в полторы тонны пришлось доставлять из столицы Хакасии по горному серпантину. СГК готова подать тепло в дома абаканцев и черногорцев хоть сейчас, если горожане захотят. Для этого на сайте компании создан специальный сервис. За ходом голосования могут следить не только энергетики и городские власти, но и управляющие организации, которые также отвечают за подготовку жилых домов к началу отопительного сезона. В случае резкого похолодания СГК готова подавать тепло в жилые дома и соцобъекты Абакана и Черногорска по запросу жителей и руководителей социальных учреждений. Ремонты на объектах теплоснабжения СГК в Хакасии еще ведутся, но это не помешает начать подключение потребителей к системе теплоснабжения. Кстати, метеорологи прогнозируют похолодание на юге Сибири уже на этой неделе. Да и сегодня погода далеко не жаркая, все параметры ранней осени. Уныние, на небе облачно, местами пройдут дожди, но в целом в регионе без осадков. Средняя температура 14-15 градусов, а ночью 5-8, пока с плюсом. Розы ветров переменчивые, но в основном преобладают южные потоки. Их скорость незначительная, магнитное поле остается спокойным. Ультрафиолет средний, восход в 6-15, закат в 19-27. В итоге световой день 13 часов 12 минут. Перейдем к деталям. Черногорский Усть-Абакани облачно, но с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром туман, днем до 17 тепла, вночи плюс 7, легкий ветер с юга. Утренние туманы и в Сорске на небе облачно. Дождя не прогнозируют. В светлое время 13 с плюсом, в темноте плюс 4, слабый южный ветер. Сайнагорские небеса в облаках, но периодически солнце будет радовать горожан своим появлением. По данным синоптиков, к вечеру пройдет ливневый дождь. Температура в обеденные часы достигнет плюс 16, в сумерках 8. В Бее дождя не ждут, облачно с прояснениями. Днем плюс 12, в ночи плюс 8. Ветра почти нет. В Белом Яре воздух прогреется до 16. После полуночи градус составит 8 тепла. Легкий ветер, местами штиль, осадков нет. В Аскизе точно такая же картина. Днем плюс 16, ночью плюс 8. Там переменная облачность и без осадков. Тихий ветер. В Таштыпе все те же плюс 16. В сумерках отнюдь не жарко. 5 выше нуля. Этот день обойдется без дождей и гуляет тихий ветер. В Абазе рано утром прогнозируют дождь со снегом. Далее осадков не ожидают. Переменная облачность. Дневной градус плюс 14. В темное время суток всего лишь 5 с плюсом. Почти без ветрия. В Шира облачно с прояснениями, но под вечер погода испортится. В райцентре без осадков. За окном плюс 14. В Сумаке всего лишь плюс 6. Южный ветер тихий. Типичная картина и в Баграде. При переменной облачности осадки не прогнозируют. Днем плюс 14, в темноте 5 градусов. В Копьево по-прежнему облачно, но без осадков. На улице в дневное время плюс 14. После полуночи плюс 5. Южный легкий ветер. В столице республики утром туман. Над городом небольшая облачность. На термометре днем плюс 16. Ночью на шкале плюс 8. Синоптики осадки не ожидают. Легкий ветер. Временами штиль. Очень высокая влажность, переходящая в течение суток в комфортную. Атмосферное давление в пределах нормы. Убывающая луна. Театр «Сказка» представил премьеру спектакль «Сон в летнюю ночь». Над постановкой работал режиссер и по совместительству художественный руководитель театра «Желтое окошко» из города Мариинска Петр Зубарев. Спектакль решили максимально приблизить ко времени, о котором идет речь в оригинальной пьесе Шекспира. Костюмы главных героев времен расцвета древних Афин. А вот сами куклы в спектакле были использованы нескольких видов. Тростевые, планшетные, мимирующие и петрушки. Этой премьеры ждали с большим нетерпением, чем обычно. Ведь практически полгода двери театров были закрыты для зрителя. И такой яркой оказалась долгожданная встреча. Трижды зрители вызывали артистов на поклон. А теперь расскажем вам о другой сказке. Семейная. Чита Мельник из Абакана отпраздновала бриллиантовую свадьбу. Как супругам удалось сохранить свою семью в течение такого долгого срока, выясняли корреспонденты РТС. Эта история похожа на сказку о Золушке. Василия Ивановича в армию провожала одна девушка, а встретила уже Ася Андреевна. Три с половиной года переписки, потом и расписались. Затем снова полгода разлуки. Молодой офицер уехал служить. После его демобилизации супруги не расставались. Когда Василия Ивановича провожали в армию, его девочка провожала, подружка. Но я была там как рядышком. А потом уже подружка написала ему первое письмо и говорит, Вася, я выхожу замуж. Вот тебе адрес моей подружки. Очень хорошая девочка. И все. Я была в десятом классе. Она, как жена декабриста, рассказывает, куда мой Вася, туда и я. Семь лет прожили в Германии, затем оказались в Хакасии по приказу командования. Родили троих детей. Оглядываясь назад, Ася Андреевна вспоминает, было все. И ругались, и нерелись. Но их семейная лодка выдержала все скалы быта и не разлетелась по кусочкам. А главным секретом счастливого брака оба считают терпение и юмор. Если со стороны мужчины, вот как вы думаете, сложно терпеть женщину в 60 лет? А надо прыгать к ней, прыгать, и все нормально будет. Но вот это со стороны женщины, как мужчины терпеть 60 лет? Ну, как-то так. Все как-то так. День за днем, год за годом. И так, как обычно, живут все большие семьи. Терпение. Терпение, терпение и выдержка. Вася Андреевна и Василий Иванович, как и 60 лет назад, заходят в зал бракосочетаний. И все, как тот самый день. Чтобы снова и снова влюбить. Вика, телефон одно из самых удивительных и полезных изобретений за последнее время. Оно экономит очень много времени. Ну, знаешь, время может оно экономит, а вот деньги, благодаря ему, мы теряем частенько. Вот как не попасться на удочку телефонных мошенников, выясняла Наталья Данина. Как избежать обмана, сегодня в нашем эфире расскажет Алексей Анатольевич Лункин, начальник УМВД России по городу Абакану. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот как раскрываются такие преступления, мошенничество я имею в виду, именно полицейскими Абакану. Для раскрытия подобного вида преступления и расследования подобного вида преступления у нас есть в УВД города специальный отдел создан, да, который специализируется на данном направлении деятельности. Похвастаться особыми успехами пока у меня к своему стыду не получается. Это же необычные кражи. Это дистанционным способом происходит. Это с помощью различных неоднократных переводов денежных средств в не только другие субъекты Российской Федерации, но и за рубеж. В целом мы проводим мероприятия, которые раньше-то никогда не проводили. Например, все уже обратили внимание, что по улицам города ездят патрульные автомобили с предупреждениями о том, что граждане, будьте бдительны, да, не попадайтесь на уловки злоумышленников. Различного свойства такие объявления звучат в магазинах, да, вот в сетевых, в больших, да, в торговых центрах. Вот, Александр Анатольевич, давайте все-таки перейдем с вами непосредственно к более детальному разбору, да, этих преступлений. Какие совершаются чаще, вот на что обратить внимание? Смысл преступников заключается в введении наших граждан в смятение. Тонкая психология. Неожиданные сообщения тревожного свойства выводят любого человека из адекватного, из нормального состояния. Поэтому, значит, для того, чтобы, ну, не стать, так скажем, жертвой мошенников, я считаю, первое, ну, нужно успокоиться. Спокойно оценить обстановку. Можно ведь прервать разговор. И перезвонить в банк. Перезвонить в банк, да. Как вид мошенничества можно расценивать, наверное, предложение кредитов, да, для граждан, так скажем, с нехорошей, наверное, кредитной историей, где на сайтах выкладывается информация о том, что любой, ну, банк там или иная какая-то кредитная организация выдаст займ кому угодно. Но для этого нужно сделать несколько манипуляций с деньгами. Оплатить страховку, оплатить доставку, оплатить какую-нибудь информационную услугу и еще что-нибудь оплатить, и еще что-нибудь оплатить. Человек уже даже забывает, что ему деньги надо получать, а не отдавать. Как один из видов мошенничества можно охарактеризовать, наверное, недобросовестные сайты, выдающие себя за букмекерские конторы, за пирамиды. Вернее, некоторые являются, по сути, пирамидами финансовыми. Там смысл один. Значит, предлагается гражданину заплатить деньги в виде взноса, пая или ставки. Он как будто доверяет свои деньги неизвестно кому, то есть непонятно на каких условиях, не составляя никаких, в общем-то говоря, документов, никаких договоров по этому поводу с обещанием о том, что человек на том конце провода или на той стороне экрана, так скажем, да, сделает нашего гражданина сказочно богатым. Как еще одна разновидность мошенничества. Есть, опять же, например, в интернете, да, может быть, через сайты социальных сетей, мессенджеры, да, или в открытом доступе в интернете, ссылки в плавающих окнах на полагающиеся выплаты. Ну, там указывается сумма, к примеру, там полмиллиона рублей. И для этого надо всего-то 1015 перевести в качестве непонятно чего. То ли страховки, то ли доставки, то ли информации, то ли еще какой-то услуги. Граждане платят. Прежде чем перевести свои деньги, не суетитесь. Банковская карта – это ключ к вашим деньгам, это ключ к вашему состоянию, это ключ к вашему дому. Я имею в виду личный кабинет, да? Ведь пароли и логины мы тоже не должны называть, неизвестно кому, ни при каких обстоятельствах. Значит, но если уж граждане все-таки стали жертвами преступников, я предлагаю не уничтожать следы преступления. То есть не уничтожать переписку, не уничтожать номера банковских карт, куда были отправлены деньги, либо телефонных номеров. Если есть возможность сделать скан и страницы в интернете или с мобильного телефона, не стирать программы, которые были установлены под диктовку злоумышленников. Дать возможность сотрудникам полиции осмотреть мобильное устройство, осмотреть компьютер, сделать соответствующую выемку, произвести исследование телефонного аппарата на вирусные программы, да? Либо на программы удаленного доступа, которые были установлены для того, чтобы через интернет найти хоть какие-то следы, да, которые могут привести к... К мошеннику. Да, так скажем, мошеннику. Алексей Анатольевич, большое вам спасибо за столь полезные советы, которые сегодня вы дали нашим телезрителям. Спасибо и всего доброго. Луна ржавеет из-за Земли. К таким шокирующим выводам пришли ученые. Согласно их данным, на поверхности естественного спутника был обнаружен окисленный минерал гематит. Железо легко вступает в реакцию с кислородом, формируя красноватую ржавчину, которую часто можно встретить на Земле. Однако на поверхности и в недрах Луны кислород практически полностью отсутствует, поэтому там доминирует металлическое железо, что и доказывали образцы лунного грунта. Однако последние данные показали, навсегда обращенные к Земле стороне Луны все чаще регистрируют окисленное железо, а на невидимой нами стороне его по-прежнему нет. То есть, возможно, оно формируется благодаря кислороду Земли, который постоянно сдувается к поверхности естественного спутника нашей планеты потоками солнечного ветра. Может, поэтому мы так часто в последнее время наблюдаем красную Луну? И она не красная, а просто ржавая. Ну, знаешь, Андрей, этого я не знаю, зато точно знаю, что в нашей программе будет далее. На очереди гороскоп. Овнам следует сконцентрировать внимание на достигнутых успехах в работе и карьере. Запланированные мероприятия могут неожиданно сорваться, но огорчаться тельцам не стоит. С финансовыми подсчетами близнецы могут запутаться, если отвлекутся на незначительные и мелкие дела. Раки сегодня будут слишком много философствовать на самые разные темы. Львов будут мало интересовать вопросами мирской жизни и накопившихся проблем. Денежные вопросы в спешке не решаются, поэтому девам нужно отложить их в сторону. Глобальных перемен в жизни весов не ожидается, но наметить цели и планы все-таки нужно. Скорпионы будут поистине наслаждаться первыми днями весны и заряжаться оптимизмом от окружающей природы. Стрельцы. Запланированные переезды, ремонт и юридические консультации пройдут на должном уровне. Для того, чтобы козерогам открыться новому чувству, нужно сначала забыть и отпустить бывшего возлюбленного. Успешный день для водолеев, которые наметили ремонт в квартире, оформление документов и поездку. Чем увереннее себе будут рыбы, тем шире улыбнется им удача. Даже если звезды предсказали вам не очень хороший день, помните, все в ваших руках. И любой остропрогноз – лишь прогноз, который может и не сбыться вовсе. Тем более, у нас есть одно средство, как сделать так, чтобы день задался с самого утра. Это, конечно, смотреть нашу программу и вкусно позавтракать. Куриные ножки, запеченные с капустой, порезанной большим куском – блюдо из серии 2 в одном. Тут тебе и курица, и овощной гарнир. Удобно, практично, необычно. Ведь мы привыкли курицу запекать в основном с картофелем, уж никак не с капустой. Тогда как в этом блюде она, можно сказать, главный ингредиент. Ну, естественно, у нас капуста. Здесь у меня ножки куриные, чесночок нам понадобится, приправки, сливочное масло и сметанка. Ну, еще у меня вот есть вот такая вот аджичка, сочи я привезла. Если у вас такой нет, вы просто добавляйте свои любимые приправы. Сейчас нам нужно с вами просто берем капусту и режем большими-большими вот такими вот кусками. У меня, значит, лист для духовочки. Я сюда наливаю растительное масло. Распределяем вот так вот хорошо и укладываем вот прям вот так нашу капусту целиком. Очень простой, но полезный и очень вкусный рецепт. Кстати, такую капусту вполне можно считать отдельным блюдом. Если ее посолить, поперчить, посыпать приправами, молотой паприкой и на каждый кусочек положить сливочное масло. Нам же насытить вкус нужно капусты в любом случае. Можно сделать простой рецепт без мяса. Вот в таком виде именно положить капусту в духовку. Значит, на 30 минут, 180 градусов, достать, посыпать сырком и еще раз запечь. Вот это будет, если вы хотите просто капусту. Она получится такая хрустящая, румяная, очень вкусная. Ну, мы с вами все-таки добавим сюда еще куриные ножки. В качестве маринада используем сметану, паприку, аджику. Так, солим. Добавляем перчику, естественно. Кто как любит. Любим поострее, добавляем побольше. Добавляем чесночок. Сколько дочек? Я парочку кладу. Все, маринад готов. Затем курицу в нем нужно обвалять, оставить отдохнуть минут на 30. Вы шестол, кстати, все лето посидели дома. Вы вот были в Сочи, говорите, да? Да. Как там вообще сезон прошел? Коронавирусный лет был. Ну, вы знаете, на 1 августа, то есть за июль месяц, 680 тысяч людей посетило Сочи. В начале августа прилетел миллионный турист. Причем, когда была Олимпиада, нагрузки такой не было на аэропорт Сочинский. Вот, представляете, сколько людей все поехали на наши курорты Краснодарского края. Ну, в принципе, в принципе, нам понравилось. Мы вообще, нам везде нравится. Отдыхать везде хорошо. Ролик я сняла на берегу моря. На данный момент миллион двести просмотров. Меня показали по всем сочинским каналам. Блогерша из Хакасии сняла беседку за 6 тысяч и чувствует себя, как в Турции. Миллион двести просмотров. Так, ну ладно. Курочка наша замариновалась. Берем ее и выкладываем прямо вот сюда на капусточку. Вот так вот. Оставшийся соус сверху. Ну, вот в таком виде мы убираем в духовочку минут на 40, на 200-220 градусов. Ох, какое шикарное блюдо получилось. Ммм, божественно. Капусточка в соусе зажарилась. Мы ее подаем как гарнирчик. И запеченные ножки. Зелень для красоты. И можно подавать на стол. Музыка. Согласитесь, блюдо сытное, вкусное, необычное. Попробуйте приготовить. Успевайте. Все малыши любят мультики. Даже если эти малыши – пингвины. В зоопарке Перта в Австралии живет северный хохлатый пингвиненок по кличке Пьер. Его выбросило на берег на юго-западе континента. Специалисты считают, что он выдержал рекордный заплыв. Либо от островов в Индийском океане, либо от южной части Атлантического океана. Пока Пьер находится на реабилитации, он научился пользоваться планшетом. Смотрит с него ролики с участием своих сородичей, которые живут в зоопарках мира. И целый мультсериал о пингвине и семье. Таким образом, специалисты социализируют Пьера перед тем, как отдать его в другой зоопарк. В дикую природу Пьера выпускать нельзя. У пингвина оперение перестало быть водонепроницаемым. А значит, оно не защитит его от потери тепла во время плавания. Ветеринар из зоопарка лечит Пьера и проводит для него много восстанавливающих процедур. Еще больше милых и забавных зверушек в нашей рубрике «По приколу». Ветеринар из зоопарка лечит Пьера. Продолжение следует...